В Краснообске предприниматели вырубили часть парка. Уничтожено около 30 сосен. Эти деревья старожилы высадили больше полувека назад. На месте вырубки планируют построить склады и производственные помещения. Сейчас местные жители и экологи пытаются отстали отстоять остальную часть парка. Павел Теунов подробнее. Техника вот стоит. Это уже ветки. А вот лес. Это не кадры заготовки леса, а съемки в известном почти каждому жителю Краснообска парке имени Синягина. На этом месте еще несколько дней назад росла сосновая роща. Сегодня гора хвои и опилок. Люди позвонили, сказали, что нагуртовано очень много снега, но с дороги видно, как валятся сосны. Когда мы сюда приехали, уже было срублено тогда пределы 12 сосен. На следующий день, уже 34 пня, мы насчитали здесь нашими экологами. О том, что парк высаженный старожилами 50 лет назад под угрозой, местным жителям было известно с 2004 года. Тогда поселковая администрация продала земельный участок бизнесменам. Оформить границы зеленой зоны чиновники решили только 9 лет спустя. Оказалось, что несколько десятков полувековых деревьев уже находятся на частной территории. В прошлом году муниципалитет не дал предпринимателям разрешения на вырубку. Впрочем, коммерсанты добились своего через суд. Суд обязал администрацию рабочего поселка Красновск выдать порубочный билет. Мы какое-то время с ними еще вели переговоры о том, чтобы, может быть, обменять этот участок на другой. Значит, они сначала вроде согласились, но потом отказались. Владельцы участка не стали менять место строительства из-за отсутствия гарантий выполнения соглашения. Чиновники не смогли им их предоставить. В результате именно здесь вскоре появятся склады и производственные помещения. За срубленные сосны предприниматели уже заплатили полмиллиона рублей. На очереди кедры. Экологи уверены, что оставшиеся кедры еще можно спасти. Эти большие, давно сформировавшиеся деревья специалисты могут пересадить со стопроцентной гарантией, что они приживутся. Застройщик не против оплатить дорогостоящие услуги. Дело вновь за администрацией поселка. Найти подходящее место для пересадки. Олег Деменин уверяет, у лесников есть на примете необходимое по размерам поляна. Впрочем, эксперты считают, что этот вопрос гораздо более сложный, чем может показаться с первого взгляда. Должен быть перспективный план развития этой территории, чтобы, собственно, кедры, которые отсюда будут пересаживать, попали, собственно, в нужную функциональную зону. Чтобы они, собственно, максимально, чтобы была гарантия того, что они там приживутся и, соответственно, будут там использоваться в составе рекреационной территории. 15 кедров должны пересадить весной. У поселковой администрации есть всего пара месяцев для того, чтобы согласовать все формальности. Иначе деревья пустят на пиломатериал. У бизнесменов на это есть законное право. Павел Теунов, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск.